Ребята спешат на занятия. Сегодня они будут сами собирать электросеть, подключать абонентов и отрабатывать аварийные ситуации. Еще больше учеников школы юный энергетик радует тот факт, что занятия будут проходить под руководством светил энергетики Одинцовского района. Благодаря работе этих людей в наших домах есть свет и тепло. Трудно представить, что может быть без электричества. Интересно как детям, так и преподавателям. Юный задор у наших учеников заражает настолько, что самому становится интересно то, о чем рассказываешь. Чувствуется, что у молодежи есть интерес к тому, что они изучают. Ну и надеюсь, со временем они пополнят ряды нашей организации. Ребята собрали электросеть, а дальше началось самое интересное. Пропал ток. И нужно было понять, что случилось. Обрыв линии электропередач или что-то другое. Ученики высказывали разные мнения и предположения, но в конце концов нашли причину аварии и устранили ее. Поликлиника, детский сад и жилой дом получили электричество. И мы вот здесь вот на столе собрали такое подобие электросети, то есть с низкой стороны, с высокой, с абонентами, с трансформаторами, с распределительными устройствами. И дети практически под руководством профессионалов, под руководством заместителя главного инженера филиала по оперативной работе, дети выполняли, были практически аварийно-выездной бригадой. То есть они почувствовали, как это происходит по-настоящему. На первый раз твердую четверку я бы поставил. У меня физико-математический класс, я с физикой очень связана. И увидеть, как на практике, какие и где токи текут, и что вот это напряжение, что это за циферки на бумаге, как они могут работать в городе, это очень интересно. Собирать такие серьезные конструкции стало возможным благодаря премии «Наше Подмосковье». Все средства были потрачены на закупку необходимых материалов. Работать в студии стало гораздо интереснее. Ребята не только теоретически изучают те или иные процессы, но и отрабатывают их на практике. Практически всю премию потратил на вооружение нашего кружка, на приобретение осциллографа по эльной станции, генератора частот, на осциллограф. То есть мы вооружены, и мы можем, имеем возможность рассчитывать и воплощать в железе более и более сложные устройства и понимать, как они работают. То есть это здорово. На самом деле премия – это такое дело хорошее. Лично для нас, для нашего кружка, то есть это хороший был стимул. Сейчас ученики работают над новым проектом. Пока все держится в секрете. Ребята надеются на то, что он в этом году тоже будет отмечен премией губернатора «Наше Подмосковье». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.